Класс! ЗИАКС! Рома, давай, Милованов! Здравствуйте! Меня зовут Милованов Роман и сегодня я вам расскажу, что такое ЗИАКС. Вы уже, наверное, не раз сталкивались с проблемами современных колл-центров. Ну, это вот, как правило, это сложное, запутанное, непонятное голосовое меню. Ну, также операторы не могут быстро решить ничего, потому что у них просто нет такой возможности. Но самое главное, что в пиковые моменты просто становится все ужасно. Время ожидания ответа от оператора просто растет неимоверно, а лояльность клиентов пропорционально наоборот падает. Существующие системы позволяют решить часть проблем, но у них есть определенные недостатки. Мы предлагаем новый способ работы в колл-центрах. Как правило, все операторы работают по определенным скриптам и выполняют одни и те же задачи, отвечают на одни и те же вопросы. И эти вопросы наша система может автоматизировать. То есть мы можем заменить людей своим роботом. И как следствие, в пиковые моменты, естественно, у нас не будет времени ожидания оператора, потому что робот работает быстро, робот не грубит. Робот все делает правильно. Мы можем применять нашу систему во многих сферах. Например, это автоматизация первой линии технической поддержки, это консультирование клиентов, прием обращений каких-то, заявок. Также исходящие звонки можно совершать, допустим, актуализация информации по клиентам, либо это какие-то другие исходящие звонки. Все это может делать робот, не человек. Наша технология работает на стыке трех технологий. Это телефония, это голосовой чат-бот, точнее просто чат-бот и это голосовой движок. В настоящее время в коммерческой эксплуатации подобных решений не существует. Наша целевая аудитория – это в основном все-таки телекоммуникационные компании, также финансовые организации, госорганы, в том числе МФЦ и малый и средний бизнес. На данном этапе у нас сейчас запущено два прототипа, точнее не прототипа, а пилота, на котором мы оттачиваем работу своей системы. Также сейчас ведутся переговоры с тремя организациями крупными по запуску на их площадках пилотов. Мы также сейчас продолжаем разрабатывать дополнительные юз-кейсы для потенциальных новых клиентов и также в скором времени планируем выйти на рынки США и Европы. Это наша команда IT-специалисты высокого уровня с большим опытом работы. У нас есть просчет по затратам на людей и на нашу систему в классическом колл-центре. То есть, как видно, наша система дешевле на одного человека выходит. И если брать общие затраты на колл-центр региональный, мы делали просчет одного из крупного телекоммуникационного игрока, то получается средняя экономия 3 миллиона. У нас две модели монетизации. Это облачная версия и коробочная версия. В коробочной версии мы планируем брать деньги за инсталляцию и за обслуживание, а в облачной версии планируем брать деньги за тарификацию звонков с ботом. Да, мы ищем инвестора и стратегического партнера, на котором мы можем запустить наш пилот. Нам нужно 80 миллионов, и мы через 4 года гарантируем 240 миллионов в доход. Спасибо тебе большое, контакты. Друзья, я скажу, что нам этот проект слегка близок, потому что он был в нашем челлендж-туре. И скажите, пожалуйста, или даже скажите, свистните, пожалуйста, вот уметь свистеть там, кому звонил такой женский голос и говорил, я приглашаю вас. Вот девушку вижу. Вера была, да? Мы их там меняем. У нас то Оксана, то Вера, то мы говорили, что это консьерж. Так, один есть. Есть кто-нибудь еще, кому звонил наш робот? Мы просто запилотировали этот проект для чего? Для того, чтобы пригласить вас на стартап-шоу в том числе. Он звонил там и говорил, здравствуйте, я приглашаю вас на стартап-шоу. Супергость вечера, Сио Альфа-Банка, Алексей Морей. Такой ла-ла-ла-ла-ла. Реально работает. А прикол, знаете, чем? Сейчас я вам сам продам, он продать не умеет. Знаете, чем? Стоимость контакт-центра одна минута, ну, там 10 рублей. А тут убыль 70. Вот вся математика. Движемся дальше.